Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накцун. Соединенные Штаты сбили подозрительное аэростат из Китая, который несколько дней находился в воздушном пространстве нашей страны. Министр обороны Лой Тостин заявил, что шар используется для слежки за стратегическими объектами на территории нашей страны. Прежде чем долететь до Южной Каролины, воздушный шар находился над штатом Монтана, где, в частности, находится ряд важных стратегических военных объектов. Шар летел на высоте более 15 тысяч метров и имел размер трех школьных автобусов. Все завершилось, когда истребитель F-22 сбил аэростат ракеты AIM-9. Главное сложное заключалось в том, чтобы ракета не пробила шар насквозь, поскольку в этом случае аэростат мог бы пролететь еще несколько сотен миль и упасть за пределами американских территориальных вод. Фотограф агентства Reuters, который наблюдал за процессом, сообщил, что шар был сбит истребителем, но при этом он не взорвался, а просто начал падать. Власти Китая выразили в нашей стране свой протест, назвав подбитие своего аэростата чрезмерной реакцией нарушения международных норм. МИД Китая в своем заявлении отметил, что страна оставляет за собой право на ответные действия, однако не уточнил, какие именно. Вот об этом наш сегодняшний программ. В начале китайский аэростат вошел в наше воздушное пространство Алиутских островов. Затем он пересек Аляску, Канаду и снова вернулся к нам, но уже над штатом Айдаха. И у нас с самого начала раздавались призывы сбить этот летающий объект, но поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые используют гражданские авиации, и в воздухе опасности не представлял, военные не торопились его сбивать. Президент Байден попросил военных представить варианты, и в среду президент Байден лал разрешение сбить китайский разведительный аэростат, как только миссия может быть выполнена без чрезмерного риска для гражданских лиц, находящихся на пути воздушного шара. Сказал на брифинге высокопоставленный представитель Министерства обороны. Военные определили, что существует определенный риск того, что обломки нанесут вред гражданскому населению, пока воздушный шар находится над землей. А в субботу Федеральное управление гражданской авиации нашей страны ФАИ в интересах безопасности закрыло три аэропорта, в том числе международный аэропорт Мёртлбич в Южной Каролине, куда воздушные потоки несли этот воздушный шар. На следующий день после того, как шар был обнаружен, госсекретарь Антони Блинкен отменил свой официальный визит в Пекин, назвав действия Пекина безответственными. Как пишет пресса, инцидент привел в ярость американское руководство. Заявляя об отмене своего визита, Блинкен отметил, что появление на территории Соединенных Штатов китайского шара разведчика является явным нарушением суверенитета нашей страны международного права, а также безответственным шагом, тем более неприемлемо, если учесть, что он был совершен накануне давно запланированной первой за несколько лет визита в Пекин госсекретаря Соединенных Штатов. Блинкен намеревался посетить Пекин с 5 по 6 февраля, чтобы обсудить ряд важнейших вопросов, включая международную безопасность, проблему Тайваня, ну и, конечно же, эпидемию COVID-19. Пекин долго отманчивался, но в пятницу признал, что это и в самом деле его шар, но никакой не разведчик, а мирный метеорологический зонд, отклонившийся от курса из-за плохой погоды, в связи с чем Пекин выражает сожаление. А в субботу в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая было отмечено, что Китай, цитирую, никогда не вторгался на территорию или воздушное пространство суверенных стран. В заявлении говорится также, что высокопоставленный сотрудник китайского МИД обсудил уже этот инцидент с госсекретарем Соединенных Штатов и напомнил о необходимости держать открытыми каналы связи на всех уровнях и сохранять спокойствие и здравый смысл. Цитирую, особенно когда приходится сталкиваться с неожиданными ситуациями, при этом забыв ответить, что эту ситуацию создал сам Пекин. Ну а когда китайцы заявили, что они никогда не вторгались в воздушное пространство суверенных стран, ну что тут можно сказать, ну разве что только развести руками. Обозреватель Вашингтон-Пост Дэвид Дуигнейшес с известными связями в американском разведсообществе, его источники рассказали, что оказывается Китай уже много лет запускает аэростаты для сбора разведоинформации. А чиновник Пентагона заявил в субботу вечером, что не так давно 5 китайских воздушных шаров обогнули земный шар, а за последние 10 лет Китай существует 20 до 30 полетов по всему миру. Причем три таких аэростаты, цитирую, совершили непродолжительный перелет через континентальную часть Соединенных Штатов по крайней мере три раза во время предыдущей администрации. Однако, по всей видимости, по объемам собранных данных эти аппараты не превосходят китайские спутники-шпионы на низких орбитах. И не могут превосходить, если учесть, что у Китая уже 300 таких спутников-шпионов и большая часть висит как раз над нами. Это сверху. А снизу что происходит? Мы неоднократно с вами обсуждали эпизоды, когда Министерство юстиции сообщало о том, что федеральная, что наша FBI задержала каких-то очередных китайских шпионов, которые работали либо в каких-то областях, связанных с нашей обороной, либо на высокотехнологических предприятиях, либо в научных учреждениях, которые ведут очень чувствительные разработки. Поэтому Китай, судя по всему, получает два потока информации. Важнейшая разведа информации сверху от своих спутников-шпионов и снизу земли от своей очень многочисленной разведленной агентурной сети в нашей стране. Впрочем, не только у нас, а скорее всего по всему миру. Таким образом, конечно же, когда мы говорим о ценности развединформации, которая была получена с этого аэростата, ну что тут можно сказать? Ну, судя по всему, невзирая на то, что там могли быть какие-то уникальные снимки, но на фоне общего объема развединформации, которую Китай получает регулярно из нашей страны, ну, скорее всего, она была чрезвычайно невелика. Но что сказать именно об особенностях этого аэростата? Так вот, Игнейшес продолжает. По словам чиновников, аэростат обеспечивает лучшую детализацию изображений. Вполне возможно, что миссия была попыткой вызвать сигнатуру американских радаров или средства радиоэлектронной борьбы, которые были бы ценны в будущем конфликте, но такие данные имеют ограниченную ценность. Что касается предположения о том, что воздушный шар разбрасывал более мелкие шпионские устройства, скажем, микродроны, которые могли бы наблюдать за кредитными целями, пока нет никаких доказательств этого. Впрочем, их еще возможно найдут, если Пентагон так и обнаружит капсулу для разбора развединформации, которая могла находиться на этом шаре. По-видимому, она упала в Атлантику, практически неповрежденная, должна представить полезную возможность для изучения китайской системы разведки и связи. Таким образом, с точки зрения наших специалистов, странное недельное путешествие воздушного шара в конечном итоге принесло больше пользы Соединенным Штатам, чем Китаю. Подождав, пока воздушный шар окажется над американскими территориальными водами, администрация Байдена смогла максимально увеличить вероятность того, что капсула может быть найдена, при этом минимизировав риск того, что американцы могут пострадать от падающих обломков, отвечает Дэвид Игнейшес. Тем временем, Пентагон обнаружил второй подобный китайский шар-разведчик теперь уже над Латинской Америкой, а его точное местороположение не сообщалось, однако, по имеющимся данным, шар видели над Коста-Рикой и Венесуэлой. Китай пока никак не комментировал и не объяснял появление там второго такого воздушного шара. Ну а теперь давайте поговорим все-таки, а для чего Китаю это понадобилось, учитывая, что та развединформация, которую он мог собрать, она невелика, а визит, который ожидали в течение длительного времени, мог принести обоюдную пользу как Китайской Народной Республике, так и Соединенным Штатам. И мы уже с вами как-то говорили о том, что, судя по всему, на съезде Компартии, который проходил прошлой осенью, Си Цзиньпин решил все-таки, что поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами и Европейским Содружеством, это не менее важно, чем заявлять о бесконечной и вечной дружбе с Российской Федерацией и лично с Владимиром Путиным. И этому есть различные свидетельства, включая и перемены в самом Пекине, включая и появление нового министра иностранных дел. Итак, казалось бы, Китай пошел на некое смягчение обострений с Соединенными Штатами. И зачем же на фоне намечающейся разрядки в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем запускать этот шар? Какой в этом смысл? В чем здесь фишка? Ведь китайцы могли предположить, что когда этот шар будет обнаружен в нашем воздушном пространстве, обнаружить его чрезвычайно легко, то вполне возможно, Блинкен объявит о том, что он отменит свой визит. Это, в общем-то, если посмотреть с этой точки зрения, то тут уже начинаются какие-то конспирологические теории. Ну, а если говорить не о конспирологии, если говорить о тех вещах, которые представляются более понятными, более внятными, но о конспирологии мы все-таки поговорим, но чуть-чуть позже. Так вот, я абсолютно уверен, что целью запуска этого воздушного аппарата было тестирование администрации Джо Байдена, впрочем, как и до этого администрации Дональда Трампа. Напомню, что три китайских воздушных шара шпиона были в нашем воздушном пространстве во время администрации Трампа, но они никогда не были сбиты и никогда не были обнародованы. Теперь Китай будет использовать то, что он узнал о поведенческой психологии команды Байдена, как в свое время и Трампа, для оттачивания своей классической стратегии трех войн. Что пишут китайцы в своих о военных трактатах? Три войны относятся к всепоглощающим усилиям Китая по формированию политической и стратегической установки в свою пользу с помощью правовых, медийных и, самое главное, психологических средств. Эта работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и она соответствует почитаемым стратегическим традициям этой страны. В конце концов, Мао Цзэдун, предатель-основатель Компартии Китая Великий Комчий, учил своих учеников, что война, цитирую, это политика с кровопролитием, а политика – это война, только без кровопролития. Другими словами, в маистском мировоззрении нет мирного времени. Это все война. Все время война за коммунистический Китай. Ознакомство со своим врагом закладывает незаменимую основу для победы. Великие специалисты в области стратегической теории истории, в том числе и Мао Цзэдун, и Сунь Цзэ, постоянно заставляли полевых командиров и их политических наставников знакомиться с вероятными противниками. Но не все то, что имеет значение, можно сосчитать. Для точного определения предполагаемого противника требуется нечто большее, чем просто арифметический подсчет кораблей, самолетов или танков, или даже оценка промышленных мощностей. Это включает в себя и понимание нематериальных ценностей, связанных с культурой и обществом своего потенциального врага. Вот так наблюдения за воздушными шарами могут вписаться в наступление Китая, состоящее из трех видов боевых действий. Предположим, вы Пекин и хотите разработать стратегию и тактику для сдерживания или принуждения Соединенных Штатов вашего главного стратегического противника. Вам нужно выяснить, а как этот противник реагирует на внешние раздражители. Так вы проверяете его рефлексы. Вы делаете, казалось бы, глупые вещи. Например, отправляете в воздушное пространство Соединенных Штатов в летательный аппарат и легче воздуха на виду у людей на Земле. Но самое главное, вы оцениваете их реакцию. Если они слишком остро реагируют на вторжение, которое не представляет прямой угрозы, вы уже кое-чему научились. А именно, вы можете задеть культурный нерв прямо в лицо американцев. Обычные люди кажутся в значительной степени равнодушными к таким тревожным событиям, как создание Народно-свободительной армии Китая новых видов оружия специально для того, чтобы убивать американских солдат-моряков-авиаторов больших количеств. С глаз долу и сердце вон. Но когда над сердцем в Северной Америке появляется безоружная иностранная воздушная судна, да еще шпион, о мой бог! Таким образом, наблюдения за воздушными шарами имели стратегическое значение. Сдерживание принуждения включает в себя угрозу чему-то, что дорого противнику, а затем убеждение противника в том, что вы можете и будете выполнять угрозу, если руководство не бросит вам вызов. Пекин, возможно, усомнился в том, что может повлиять на стратегическое поведение Вашингтона, угрожая американским экспедиционным силам в западной части Тихого океана. Но он может сдержать, принуждать или даже просто отвлекать. Это тоже имеет смысл, причиняя некий вред уже западному полушарию, нашему полушарию, и сия хаос таким видимым образом, что человек на улице должен обратить на это внимание. На мой взгляд, это первый урок великого китайского полета на воздушных шарах 2023 года. Первый, но не последний. И вот здесь мы попадаем в зону некой конспирологии, о которой я вам обещал рассказать чуть ранее. А что если, и подчеркну, это очень большое если, в китайском руководстве нет некого единства. Внешне это некий монолит, но мы уже с вами знаем, читая мемуары советских руководителей, что за внешним монолитом советского руководства скрывалось огромное количество различных противоречий, различных оценок ситуации, да и просто страхи, интриги, заговоры. Все это было внутри Кремля. И если это так, то вполне возможно, нечто подобное существует и за Великой Китайской стеной. И допустим, вот тот курс на смягчение отношений с Соединенными Штатами, который, если не объявил, то, во всяком случае, начал таким образом поступать Си Дяньпин, вызывает одобрение далеко не у всех в китайском руководстве. Ведь там могут быть еще более твердолобые маоисты или большие друзья Путинской России, которые хотели бы как раз сорвать этот курс на смягчение этой ситуации. Каким образом это можно сделать? Да любым. Ну, например, послать в воздушное пространство Соединенных Штатов воздушный шар, шар, который, с одной стороны, не может причинить особого вреда Соединенным Штатам, но, с другой стороны, вызовет явное раздражение среди американского руководства, потому что это наглое, открытое нарушение суверенного воздушного пространства нашей страны. Шар этот, возможно, собьют. И вот тогда наступит резкое обострение в отношениях между Пекином и Вашингтоном. То есть, это некая провокация, на которую пошли какие-то круги внутри китайского руководства, которые бы не хотели бы смягчения отношений с нашей страной. Возможно. Теоретически это возможно. Здесь могут быть и какие-то еще любые другие варианты. Но самый простой, самый понятный и легко объяснимый подход к этой ситуации это очередная проверка американской администрации, как принято говорить на не совсем литературном жаргоне, проверка на вшивость. Как администрация отреагирует? Действительно, вот только должен состояться визит госсекретаря в Пекин. Неужели кто-то в американской администрации пойдет на то, чтобы этот визит сорвать? В таком случае лучше этот шар не заметить, о нем не сообщать. Ну, пролетел себе и пролетел. Действительно, ценность разведоинформации очень велика по сравнению с теми грандиозными объемами разведоинформации, которые Китай получает и сверху, и снизу. Мог быть такой вариант? Ну, наверное, мог. Вот и китайцы и проверили, как реагирует наша администрация, насколько важны для американской администрации хорошие отношения с Пекином и многое-многое другое. Вот это, на мой взгляд, самое главное в этой ситуации. А выдержали мы эту проверку? Я об этом сказать не берусь. Есть много соображений по этому адресу. Если вы внимательно читаете американскую прессу, то вы прочитаете множество различных соображений. Ну, а наше время подходит сейчас к перерыву. Давайте собирайтесь с мыслями, подумайте об этой ситуации, и встретимся с вами уже после перерыва.